Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнеев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Entraday. Итак, давайте посмотрим сигналы, которые я подготовил на эту неделю, а также новости. Немножко затронем криптовалютного мира, крах биржи FTX, снижение токена USDD и так далее. Итак, что мы видим на валютном рынке? Евро-доллар пошел в коррекцию наверх. То есть у нас доллар, надо понимать, что начинает ослабляться. И здесь важно вовремя на это отреагировать. Не ждать, что вот-вот он начнет все-таки опять расти, расти. Да, он может начать расти, но когда это будет неизвестно. Поэтому сейчас нужно понимать, что есть несколько фаз рынка. Фаза рынка меняется. И надо признать, что доллар сейчас идет в коррекцию вниз. Поэтому евро-доллар, фунт-доллар сейчас будут расти. И здесь нам важно найти точки разворота на линиях сопротивления, на зеркальных линиях сопротивления, которые я сейчас как раз и покажу. На D1 мы видим вот здесь зеркальную линию сопротивления. Здесь в районе цены 1.07.81. То есть здесь можно будет продавать, зарабатывать на падение, если цена до туда дойдет. Что касается локального уровня, то здесь вот есть такая линия на уровне цены 1.03.58. Наш 4 давайте посмотрим. Она прямо сейчас коснулась этой линии, но понятно, что рынок откроется ночью, не всем удобно торговать. Здесь я что могу порекомендовать? Если цена пойдет вниз, то здесь вот эта вот линия сопротивления, она станет зеркальной линией поддержки. В районе цены 1.01.91 можно будет покупать и зарабатывать на росте. Британский фунт также пробил вот линию сопротивления, пошел наверх, но здесь нет таких четких ярко выраженных уровней. Единственное, вот это вот зеркальный уровень поддержки, также он вот немножко смазан разными линиями. Здесь в районе цены 1.17.59 можно будет покупать, зарабатывать на росте, если цена откорректируется вниз. Доллар к канадскому доллару. Значит, какая здесь картина? Давайте посмотрим на недельный график и на недельном мы видим, что здесь хорошая волна и на ней можно выстроить сетку Fibonacci. И мы видим, что на D1 видно, что уже 23 уровень хорошо отработал себя, зеркальные линии хорошо отработали. Сейчас он коснулся уровня 38.2, тоже начал коррекцию от него прям четкую. Это говорит нам о том, что уровни 50.61.8 тоже могут неплохо себя отработать. Поэтому ждем, если доллар канадец начнет падать, то ждем его около этих уровней в районе цены 1.30.00 и также 1.27.76. Здесь можно будет покупать, зарабатывать на росте. Что касается локальных моментов, значит, здесь, если цена все-таки пойдет наверх, то здесь вот есть такой уровень сопротивления зеркальный. От него можно будет продавать, зарабатывать на падение. Это в районе цены 1.35.95. Швейцарский франк японской иени ходит в таком вот коридоре волатильном, боковом, скажем так. И здесь, ну, я, кстати говоря, могу порекомендовать использовать мой робот, потому что он тоже любит боковые тренды. На них он особо хорошо зарабатывает. Поэтому присмотрите. Видео про моего робота у меня на канале есть, поэтому переходите по ссылке в описании, там посмотрите. Также здесь можно и вручную поторговать. Есть у нас линия сопротивления. Здесь в районе цены 149.694 можно будет продавать и зарабатывать на падении. Австралийский доллар приближается к линии сопротивления. Уже давно его жду там. И вот он к нему подходит. Если не будет сильного гэпа, то можно будет здесь продавать и зарабатывать на падение от уровня цены 0.6742. Анализ остальных валютных пар смотрите у меня на канале по ссылке в описании. Там я разбирал еще доллар, канадец и японская иени, нефть, золото, S&P 500. Очень интересные там картины, тоже сигналы. А сейчас хотелось бы сказать пару слов о том, что происходит на криптовалютном рынке. Значит, что там происходит. Ну, во-первых, крах биржи FTX. Биржа FTX объявила о банкротстве. А что этому предшествовало? Этому предшествовало то, что биржа Binance хотела купить эту биржу. И перед покупкой провела аудит. А потом Чан Пен Джао у себя в соцсетях объявил о том, что нашел там какие-то проблемы и покупать ее не будет. И отказался от покупки. Это, конечно, очень сильно повлияло на репутацию этой биржи. Ну, понятно, что не только от главы Binance это зависело. Ну, эти, собственно говоря, проблемы, они уже были, видимо. Просто мы о них недавно узнали. И после этого токен биржи FTX FTT обрушился. И следует за этим биржа не смогла выполнить обязательства перед своими клиентами. И в итоге объявила о банкротстве. Почему это так важно? Вроде как эти биржи постоянно скамятся. Криптобиржи их там полно. Я всегда рекомендую держать средства у брокеров на счетах, чтобы не было проблем. Но дело в том, что биржа FTX это была вторая по размеру биржи после Binance. И банкротство такой биржи очень сильно повлияет на крипторынок. А поскольку с этой биржей очень связано других криптопроектов, других криптовалют. Такое обрушение может ввести в такую турбулентную ситуацию вообще весь рынок криптовалют. И есть такой токен USDD. Это алгоритмический стейблкоин. Он уже начал отвязку от доллара и начал снижение. И это тоже грозит обрушением этого стейблкоина. Если это случится, это будет еще очень сильное потрясение после крушения терролуны. Как вы знаете, токен USD в этом году тоже обрушился. И капитализация его в 18 миллиардов долларов обратилась в пыль. И поэтому, если это случится, это тоже очень сильно подорвет репутацию алгоритмических стейблкоинов. Они уже все наперебой начали заявлять, что мы не имеем отношения к криптобирже FTX. Но тем не менее, поскольку весь этот рынок взаимосвязан, это может повлиять в том числе и на токен USDT. И вот если начнет трясти токен USDT, уже всем мало не покажется. Поэтому единственная здесь рекомендация, это если у вас хранятся крупные средства в токене USDT, переложить эти средства на несколько криптовалют, а лучше на несколько криптобирж. А лучше храните свои деньги на долларовых счетах у брокеров, и будет все в порядке. Как мы можем на этом заработать? Ну, поскольку эти новости негативные, то по-простому это может сильно повлиять на снижение курсов криптовалют. Уже биткоин уже снизился, и скорее всего будет продолжать снижение. Поэтому обратите внимание на вот такую тенденцию. Ну и давайте посмотрим, что нас ждет на этой неделе на стандартных экономических событиях. Во вторник будет ВВП по Японии, здесь ожидается снижение ВВП, поэтому это может привести к ослаблению японской иены. В среду индекс потребительских цен в Британии, а также индекс потребительских цен в Канаде. Это тоже может сильно увеличить волатильность этих валют. И, пожалуй, еще на что я хотел бы обратить внимание, это запасы сырой нефти. Нечасто я обращаю внимание на этот актив, но здесь, что я заметил, очень сильные изменения запасов. Здесь было 3,9, а здесь 1,3. То есть это существенное уменьшение запасов сырой нефти в США. Если это подтвердится, это может, естественно, что? Это плохие новости для Америки, но это повышает спрос, соответственно, на нефть, а значит повышает ее курс. Поэтому присмотритесь к росту курса нефти. В четверг нас ждет индекс потребительских цен по еврозоне. И это, пожалуй, все важные новости, на которые стоит обратить внимание. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.